Вы знаете, это уникальное средство Эплир. Это действительно открытие Валентины Николаевны Бурковой. Это ее докторская диссертация. А здесь еще и Эплир. Масляный раствор, усиленная формула 2% Эплира. Что же такое Эплир? Это как раз экстракт полярных липидов, иловосульфидных грязей, соленых сибирских озер. Это масло, которое обладает уникальными свойствами, репаративными, противовоспалительными, заживляющими. И вот Эплир у нас готов заживить, пожалуйста, перед вами на экранах обморожение, ожоги, трофические язвы, фурункулы и гнойные раны, карбункулы, воспаление и заболевание уха, горла, носа, травмы и заболевание глаз. Вот практически все травматические проблемы. Кожные заболевания, вплоть до псориаза, проктит, геморрой, трещины в прямой кишке, простатит и аденомопростаты, воспалительные заболевания женских половых органов, остеохондроз, растяжение, травмы, ушибы. В общем, это спасение просто от огромного количества проблем. Я, опять-таки, буду пользоваться служебным положением. И как раз-таки вам передам ощущение от того, насколько концентрировано это средство. По капельке, Оля, прямо капельку. Пол капельки? По капельке. А, по капельке. По капельке, ага. И вот, да. Как его правильно использовать? Втирать, прям вот капельку наносить и втирать в поврежденную кожу. Совершенно верно. И оставить, да-да-да. И оставить. А его намного, на большую площадь хватит, да? Конечно. Потому что я вижу, масло так расходится хорошо. И вот можно в виде компрессов на более пораженные участки, если это фурункулы, если это трофические язвы, можно даже смочить обильно салфеточку и накрыть этой салфеткой пораженные участки. Ну, можно сказать попросту в виде перевязки. Ну, вот заживление усилится. Вы знаете, действие его можно очень легко проверить. Если вы обожглись на кухне или в походе, обожгли руку чем-либо, то эплир боль снимает. Вот это жжение, сухость, вот же моментально. И заживление идет без пузырей и без шрамов. Вот такой вопрос. Можно ли в косметических целях использовать? Ведь я сейчас болею душой за свою племянницу, ей 12 лет, и у нее вот пубертатное акне началось. Очень прям активное. Как вы думаете, можно ли вот заживление? Вы знаете, можно и карбункулы, и фурункулы, если заживляет эплир. И, кстати, заживление проходит без шрамов, без килоидных рубцов. Главное вовремя, да, начать? Поэтому вот на такие воспаленные места очень даже хорошо капельку, прям вот так же, как Оля сейчас нанесла на свои царапинки, вот так же наносить на пораженную кожу. Эплиры, это вот мы уже сказали, это вытяжка из лечебной грязи, полярных липидов. Чем они хороши? Тем, что действительно улучшают восстановление слизистой эпителия. И не только это заживление слизистой эпителия, а еще и восстановление при более глубоких ранениях, при апелляционных каких-то вот моментах наращивания и нервных волокон, и даже волокон сосудов. Вот это свойство эплира. Здесь у нас наружнее применение, но в одном единственном случае мы можем внутрь его применять, но не через рот, а как раз таки вот закапывать, капать в нос, к примеру, да? Вот если мы берем носоглотку, капелька эплира при отитах в ухо, можно на ватную палочку эплира накапать и ваточкой обработать ушной проход, можно в носик как турундочку внести, если какие-то там вот проблемы, как у ребенка сухой, слизистой и частые вот болячечки какие-то возникают. Или же закапать в носик и просто растереть, ну вот пальчиками. А еще можно даже закапать в горлышко, если это действительно танзелиты и проблемы с томатитой, кстати, с томатитой, генгивитой. То есть это, пожалуйста, мы или на турундочку обильно смачиваем и кладем на пораженное место, точно таким же образом можем действовать и если у нас проблемы с прямой кишкой. Геморрой, турундочка обильно смоченная эплиром и вставляем в прямую кишку, ну на некоторое время. То же самое с женскими заболеваниями, я так понимаю, тот же самый путь. И аденомопростаты, женское заболевание, там всасываемость очень высокая, поэтому проникновение эплира идет гораздо дальше и глубже. Продолжение следует...